Евгения Преображенского Николаевича Преображенского и о его малой родине это село Волокославино Кирилловского района Уже в первом зале можно познакомиться с документами рассказывающие о семье Преображенских по материнской линии это семья Деловых Здесь вы можете видеть родословную поколенную схему рода Преображенских Деловых, которая была подготовлена сотрудницей Государственного архива Вологодской области Светланой Вишняковой Ей удалось проследить родословную Евгения Николаевича с конца 18 века Впервые с фамилией Преображенский упоминается прадед Евгения Николаевича Ефим Иванович который родился около 1821 года он был волосным писарем Дед Евгения Николаевича работал фельдшером в Череповецкой больнице ну а отец получил в Череповце педагогическое образование и уже в начале 20 века приехал в Волокославинское двухклассное училище и стал там работать преподавателем В своей автобиографии Евгений Николаевич пишет родился в 1909 году в семье сельского учителя в селе Благовещение Кирилловского района но если сейчас мы посмотрим на каких-то сайтах Википедии мы увидим другую запись Евгений Николаевич Преображенский родился в селе Волокославинское дело все в том что в результате административных реформ изменений небольшое село Благовещение и более крупная деревня Великославинское позднее село Волокославинское в 1979 году были объединены и сейчас та территория то место где родился Евгений Николаевич нам известно как село Волокославино и вот в Волокославино Николай Александрович Преображенский отец нашего героя встречает свою будущую жену Анну Дмитриевну Анна Дмитриевна также была из семьи учителей ее отец Дмитрий Степанович преподавал в этом же училище также он был заведующим этим училищем и в 1909 году в этой семье рождается мальчик которого назвали Женя будущий герой Советского Союза Евгений Николаевич Преображенский о детстве Евгения Преображенского рассказывает в статье опубликованной в местной газете 1941 года где отмечалось Женя рос живым задорным ребенком организатором своих сверстников сначала в играх а потом в работе само собой в общительном и активном сыне обладающим лидерскими качествами родители видели продолжателя семейных традиций и в 1924 году по окончанию вокала Славинской школы второй ступени Евгений поступил в Череповецкий педагогический техникум где отучился всего три года в 1927 году Евгений Преображенский вместе с друзьями и однокурсниками стал посещать занятия авиасекции несколько месяцев спустя весной 1927 года в Череповец приехал представитель из Ленинграда набирать молодых людей в школу летчиков и в этот момент в судьбе Евгения Преображенского произошел резкий поворот он прервал обучение в техникуме и поступил на морское отделение Ленинградской военно-теоретической школы по завершению обучения в Ленинграде Евгений был направлен в школу морских летчиков имени Сталина в Севастополе а в июле 1930 года зачислен младшим летчиком 62-й отдельной эскадрильи военно-воздушных сил краснознаменного Балтийского флота в период службы в рядах летчиков-балтийцев Евгений Николаевич совершил подвиг за который и был удостоен звания Героя Советского Союза КОНЕЦ Героя Советского Союза